Девочка-пай Девочка-пай Привет, друзья! С вами Артём Камалединов, и сегодня у нас на обзоре электроакустическая гитара James Nelligan, модель Glenn OCE. Погнали! Итак, верхняя дека этого инструмента сделана из ели, обечайка и задняя дека из сапеле, гриф красное дерево, накладка на гриф и бридж по Александр. Также хочется отметить, что на этой гитаре у нас есть вырез для доступа к верхним ладам и вот такой вот регономичный скос под правую руку, выполненный из ABS-пластика. Поскольку это электроакустический инструмент, конечно же, здесь есть звукосниматель, это пьеза и вот такой вот темброблок, в котором у нас есть тюнер и четырёхполосный эквалайзер. Давайте послушаем, как инструмент звучит в линию. Кстати, мы забыли упомянуть, что форма этого инструмента называется оркестра. Это нечто среднее между парлором и аудиториумом. По звуку, что хочу сказать, мне одинаково понравилось, как инструмент звучит и в линию, и акустически вы можете это услышать, когда посмотрите момент, где мы снимаем микрофонами гитару. Достаточно сбалансированное звучание, яркое, пробивное для игры медиатором, для такого аккомпанемента мощного самое то. Выполнен инструмент достаточно качественно, такой вот прикольненький здесь есть у нас прозрачный пикгард. Ну и очень классный бонус, то что в комплекте с гитарой идёт вот такой вот чехол, достаточно плотный, с таким вот кармашком. Я бы этот инструмент рекомендовал тем, кто аккомпанирует и играет медиатором, потому что для этой техники, для такого исполнения это идеальный вариант. Кстати, друзья, по традиции попрошу вас написать, что вы думаете по поводу бренда Джеймс Неллиган, какие у вас любимые гитары от него, вообще что вы думаете, как бы достойный бренд этот или нет. Мне лично вот этот инструмент очень сильно зашёл, поэтому напишите обязательно. Также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и колокольчик. Я Артём Камляддинов, увидимся! Чехольчик, достаточно плотный, удобный. Там, понимаешь, звук падения, поэтому там не подпишешь нормально. Ну давай, не знаю, тогда буду держать до конца.